Любые события, подобно тому, что произошли в Турции, это просто результат вот этой вот негативной энергетики. То есть это результат того, что люди со многим были не согласны и не поддерживали многое из того, что принималось, со многими решениями, которые принимались. То есть это результат роста протестных настроений, которые становятся радикальными, если власть никак на них не реагирует. И причиной этих конфликтов может стать все, что угодно. Вот любой бытовой случай может привести чуть ли не к какому-то революционному сценарию. Но это не значит, что вот этот бытовой случай послужил причиной. Он стал катализатором всего лишь. И 10 декабря 2011 года, когда люди вышли, да, они вышли в результате фальсификации. Да, они были недовольны тем, что украли их голоса на выборах. Но в принципе это накопившаяся вот эта вот отрицательная энергетика. Потому что люди устали уже жить в этих условиях, хотят перемен, хотят жить в правом государстве. А власть на это реагирует враньем с экранов, воровством и полицейскими дубинками. И мы живем, в принципе, тоже как бы на мине замедленного действия. Я не знаю, что может привести к подобному сценарию в нашей стране. Но совершенно очевидно, любой бытовой случай громкий, он может стать катализатором вот этого напряжения в обществе. 100%. Завтра там, я не знаю, вот 13 января как раз, когда люди вышли на марш против подлецов. Казалось бы, закон Димы Яковлева, который затрагивает там, ну, скажем так, 100 тысяч всего лишь граждан в нашей стране. 100 тысяч детей у нас, сирот. Но тем не менее, посмотрите, сколько это, десятки тысяч человек вышли на улицу. Это, по сути, ну, не такая большая проблема в масштабах страны. Но тем не менее, это серьезно мобилизовало людей и вывело людей на улицу. Мы можем повторить эти сценарии, которые вот сейчас в Турции, которые там были в арабских странах. Очень просто, потому что власть не хочет меняться, власть не хочет никаких реформ. Она, более того, вместо того, чтобы развивать там судебную систему нашу, да, ее как-то реформировать, вместо того, чтобы создавать условия для честных выборов, она ставит заградительные барьеры, вводит муниципальные фильтры, усиливает это телефонное право в наших судах, организует репрессии, фабрикует уголовные дела. На самом деле это напряжение, оно, так сказать, становится еще более жестким. Поэтому любой какой-то бытовой конфликт, любая какая-то трагедия, не дай бог, она может спровоцировать, стать катализатором какого-то бунта или, ну, революционного сценария в нашей стране, когда на улицу выйдут не десятки, а сотни тысяч людей.